RFID – способ автоматической идентификации объектов, в котором посредством радиосигналов считываются или записываются данные, хранящиеся в так называемых транспондерах или RFID-метках. Любая RFID-система состоит из считывающего устройства и транспондера. По дальности считывания RFID-системы можно подразделить на системы, ближние идентификации и идентификации средней дальности. Дальние идентификации. Большинство RFID-меток состоит из двух частей. Первая интегральная схема для хранения и обработки информации, модулирования и демодулирования радиочастотного сигнала и некоторых других функций. Вторая антенна для приема и передачи сигнала. С введением RFID-меток в повседневную жизнь связан ряд проблем. Например, потребители, не обладающие считывателями, не всегда могут обнаружить метки, а прикрепленные к товару на этапе производства и упаковки, и избавиться от них. Хотя при продаже, как правило, такие метки уничтожаются. Сам факт их наличия вызывает опасения у правозащитных организаций и некоторых представителей Русской Православной Церкви. Уже известные приложения RFID получают дополнительную популярность с развитием интернет-услуг. История RFID-меток В 1945 году Лев Сергеевич термин изобрел для Советского Союза устройство, которое позволило накладывать аудиоинформацию на случайные радиоволны. Звук вызывал колебания диффузора, которое незначительно изменяло форму резонатора, модулируя отраженную радиочастотную волну. И хотя устройство представляло лишь пассивный передатчик, это изобретение причисляет к первым предшественникам RFID технологии. Технология, наиболее близкая к данной системы распознавания свой чужой АИФФ, изобретенная исследовательской лабораторией ВМС США в 1937 году. Она активно применялась союзниками во время Второй мировой войны, чтобы определить, своим или чужим является объект в небе. Подобные системы до сих пор используются как в военной, так и в гражданской авиации. Еще одной вехой в использовании RFID технологии является послевоенная работа Гарри Стокмана под названием «Коммуникации посредством отраженного сигнала». Стокман отмечает, что значительные работы по исследованию и разработке были сделаны до того, как были решены основные проблемы в связи посредством отраженного сигнала, а также до того, как были найдены области применения данной технологии. Первая демонстрация современных RFID-чипов, как пассивных, так и активных, была проведена в исследовательской лаборатории Лос-Аломаса в 1973 году. Портативная система работала на частоте 915 МГц и использовала 12-битные метки. Первый патент, связанный собственно с названием RFID, был выдан Чарльзу Уолт, но в 1983 году – классификация RFID-меток. Существует несколько способов систематизации RFID-меток и систем по рабочей частоте, по источнику питания, по типу памяти, по исполнению, по источнику питания. По типу источника питания RFID-метки делятся на пассивные, активные, полупассивные. Пассивные и пассивные RFID-метки не имеют встроенного источника энергии. Электрический ток, индуцированный в антенны электромагнитным сигналом отсчитывателя, обеспечивает достаточную мощность для функционирования кремниевого КМОП-чипа, размещенного в метке и передачи ответного сигнала. Коммерческие реализации низкочастотных RFID-меток могут быть встроены в стикер или имплантированы под кожу. В 2006 Hitachi изготовила пассивное устройство, названное микрочип, размерами 0,15 умножить на 0,15 мм и тоньше бумажного листа. Такого уровня интеграции позволяет достичь технологии кремния на изоляторе. Микрочип может передавать 128-битный уникальный идентификационный номер, записанный в микросхему на этапе производства. Данный номер не может быть изменен в дальнейшем, что гарантирует высокий уровень достоверности и означает, что этот номер будет жестко привязан с тем объектом, к которому присоединяется или в который встраивается этот чип. Микрочип от Hitachi имеет типичный радиус считывания 30 см. В феврале 2007 года Hitachi представила RFID-устройство, обладающее размерами 0,05 умножить на 0,05 мм и толщиной, достаточной для встраивания в лист бумаги. Компактность RFID-меток зависит от размеров внешних антенн, которые по размерам превосходят чип во много раз и, как правило, определяют габариты меток. Наименьшая стоимость RFID-меток, которые стали стандартом для таких компаний, как Walmart, Target, Tesco в Великобритании, Metro AG в Германии и Министерство обороны США, составляет примерно 5 центов за метку фирмы SmartCode. К тому же из-за разброса размеров антенн и метки имеют различные размеры, от почтовой марки до открытки. На практике максимальная дистанция считывания пассивных меток варьируется от 10 см до нескольких метров. В зависимости от выбранной частоты и размеров антенны, в некоторых случаях антенна может быть изготовлена печатным способом. Производственные процессы от Alien Technology под названием Fluidic CLF Assembly, от SmartCode, Flexible, Resign, Renegade, Transfer, Symbol Technology с PIC и направлены на дальнейшее уменьшение стоимости меток за счет применения массового параллельного производства. Alien Technology в настоящее время использует процессы FSA и Heeson для изготовления меток, в то время как PIC и процесс от Symbol Technologies находится еще на стадии разработки. Процесс FSA позволяет производить свыше 2 миллионов из пластин в час, а PIC и процесс – более 70 миллиардов меток в год. В этих технических процессах S присоединяются к пластинам меток, которые в свою очередь присоединяются к антеннам, образуя законченный чип. При соединении S к пластинам и в дальнейшем пластин к антеннам – самые пространственно чувствительные элементы процесса производства. Это значит, что при уменьшении размеров FSA-монтаж станет самой дорогой операцией. Альтернативные методы производства, такие как S и Heeson, могут значительно уменьшить себестоимость меток. Стандартизация производства в конечном счете приведет к дальнейшему падению цен на метки при их широкомасштабном внедрении. Некремниевые метки могут изготавливаться из полимерных полупроводников. В настоящее время их разработкой занимаются несколько компаний по всему миру. Метки, изготавливаемые в лабораторных условиях и работающие на частотах 13,56 МГц, были продемонстрированы в 2005 году компаниями PolyEc и Philips. В промышленных условиях полимерные метки будут изготавливаться методом прокатной печати, в результате чего они будут дешевле, чем метки на основе ИС. В конечном счете это может закончиться тем, что для большинства сфер применения метки станут печатать так же просто, как и штрих-коды, и они станут такими же дешевыми. Пассивные метки у ВЧ и СВЧ диапазонов передают сигнал методом модуляции отраженного сигнала несущей частоты. Антенна считывателя излучает сигнал несущей частоты и принимает отраженные от метки модулированный сигнал. Пассивные метки в ВЧ диапазона передают сигнал методом модуляции нагрузки сигнала несущей частоты. Каждая метка имеет идентификационный номер. Пассивные метки могут содержать перезаписываемые энергонезависимую память и промтипа. Дальность действия меток составляет от 1 до 200 см и а до. Активные. Активные RFID метки обладают собственным источником питания и не зависят от энергии считывателя, вследствие чего они считаются на дальнем расстоянии. Имеют большие размеры и могут быть оснащены дополнительной электроникой. Однако, такие метки наиболее дороги, а у батареи ограничено время работы. Активные метки в большинстве случаев более надежны и обеспечивают самую высокую точность считывания на максимальном расстоянии. Активные метки, обладая собственным источником питания, также могут генерировать выходной сигнал большего уровня, чем пассивные, позволяя применять их в более агрессивных для радиочастотного сигнала средах. В воде, металлах для больших расстояний на воздухе. Большинство активных меток позволяет передать сигнал на расстояние в сотни метров при жизни батареи и питания до 10 лет. Некоторые RFID-метки имеют встроенные сенсоры, например, для мониторинга температуры скоропортящихся товаров. Другие типы сенсоров в совокупности с активными метками могут применяться для измерения влажности, регистрации толчков, вибрации, света, радиации, температуры и газов в атмосфере. Активные метки обычно имеют гораздо больший радиус считывания и объем памяти, чем пассивные, и способны хранить больший объем информации для отправки приема передатчиком. Полупассивные Полупассивные RFID-метки, также называемые полуактивными, очень похожи на пассивные метки, но оснащены батареей, которая обеспечивает чип энергопитанием. При этом дальность действия этих меток зависит только от чувствительности приемника считывателя и они могут функционировать на большем расстоянии. С лучшими характеристиками по типу используемой памяти По типу используемой памяти RFID-метки делятся на ARU. Данные записываются только один раз, сразу при изготовлении. Такие метки пригодны только для идентификации. Никакую новую информацию в них записать нельзя и их практически невозможно подделать. WRM Кроме уникального идентификатора такие метки содержат блок однократно записываемой памяти, которую в дальнейшем можно многократно читать. ARW Такие метки содержат идентификатор и блок памяти для чтения записи информации. Данные в них могут быть перезаписаны многократно. По рабочей частоте Метки диапазона LF Пассивные системы данного диапазона имеют низкие цены и в связи с физическими характеристиками. Используются для подкожных меток при чипировании животных, людей и рыб. Однако, в связи с длиной волны, существуют проблемы с исчитыванием на большие расстояния, а также проблемы, связанные с появлением коллизий при считывании. Метки диапазона HF Метки мог считать кто угодно, имеющий соответствующее оборудование, разработанные впоследствии чипы стандарта JAN 2.0 имели функцию паролирования банка в памяти, но не имели уникального идентификатора метки, что позволяло при желании создавать идентичные клоны меток. Наконец, в 2008 году, компания NXP выпустила два новых чипа, которые на сегодняшний день отвечают всем вышеперечисленным требованиям. Чипы SL3S1202 и SL3FCS1002 выполнены в стандарте PCJAN 2.0, но отличаются от всех своих предшественников тем, что поле памяти TID, которое при производстве обычно пишется код типа метки, разбито на две части. Первые 32 бита отведены под код производителя метки и ее марку, а вторые 32 бита под уникальный номер самого чипа. Поле TID неизменяемое и таким образом каждая метка является уникальной. Новый чип имеет все преимущества меток стандарта JAN 2.0. Каждый банк памяти может быть защищен от чтения или записи паролем. EPC номер может быть записан производителем товара в момент маркировки. В UHF RFID системах по сравнению с LF UHF ниже стоимость меток, при этом выше стоимость прочего оборудования. В настоящее время частотный диапазон UHF открыт для свободного использования в Российской Федерации в так называемом европейском диапазоне. От 863 до 868 МГЦ радиочастотные UHF метки ближнего поля. Метки ближнего поля, не являясь непосредственно радиометками, а используя магнитное поле антенны, позволяют решить проблему считывания в условиях высокой влажности, присутствия воды и металла. С помощью данной технологии ожидается начало массового применения RFID меток в розничной торговле фармацевтическими товарами. Ридеры – приборы, которые читают информацию с меток и записывают в них данные. Эти устройства могут быть постоянно подключенными к учетной системе или работать автономно. Виды считывателей – стационарные. Стационарные считыватели крепятся неподвижно на стенах, дверях, движущихся складских устройствах. Они могут быть выполнены в виде замка, вмонтированы в стол или закреплены рядом с конвейером на пути следования изделий. По сравнению с переносными, считыватели такого типа обычно обладают большей зоной чтения и мощностью и способны одновременно обрабатывать данные с нескольких десятков меток. Стационарные считыватели подключаются к ПЛК, интегрируются в DCS или подключаются к ПК. Задача таких считывателей – поэтапно фиксировать перемещение маркированных объектов в реальном времени, либо идентифицировать положение меченых предметов в пространстве. Мобильные обладают сравнительно меньшей дальностью действия и зачастую не имеют постоянной связи с программой контроля и учета. Мобильные считыватели имеют внутреннюю память, в которую записываются данные с прочитанных меток и, как и стационарные считыватели, способны записывать данные в метку. В зависимости от частотного диапазона метки, дистанция устойчивого считывания и записи данных в них будет различна. RFID и альтернативные методы автоматической идентификации. По функциональности RFID-метки, как метод сбора информации очень близкий к штрих-кодам, наиболее широко применяемым сегодня для маркировки товаров. Несмотря на удешевление стоимости RFID-метки, в обозримом будущем полное вытеснение штрих-кодов радиочастотной идентификации вряд ли состоится по экономическим причинам. В то же время и сама технология штрих-кодов продолжает развиваться. Новые разработки решают ряд проблем, ранее решавшихся лишь применением RFID. Технологии могут дополнять друг друга. Компоненты с неизменными потребительскими свойствами могут маркироваться постоянной маркировкой на основе оптических технологий распознавания, несущей информацию об их дате выпуска и потребительских свойствах. А на RFID-метку можно записать информацию, подверженную изменению, такую, как данные о конкретном получателе заказа на возвращаемой многоразовой упаковке, преимущество радиочастотной идентификации и возможность перезаписи. Данные RFID-метки могут перезаписываться и дополняться много раз, тогда как данные на штрих-коде не могут быть изменены, они записываются сразу при печати. Отсутствие необходимости в прямой видимости, RFID-считывателю не требуется прямая видимость метки, чтобы считать ее данные. Взаимная ориентация метки и считывателя часто не играет роли. Метки могут читаться через упаковку, что делает возможным их скрытое размещение. Для чтения данных метки достаточно хотя бы ненадолго попасть в зону регистрации, перемещаясь, в том числе и на довольно большой скорости. Напротив устройства усчитывания штрих-кода всегда необходима прямая видимость штрих-кода для его чтения, большее расстояние чтения. RFID-метка может считываться на значительно большем расстоянии, чем штрих-код. В зависимости от модели метки и считывателя, в радиус считывание может составлять до нескольких сотен метров. В то же время подобное расстояние требуется не всегда, больше объем хранения данных. RFID-метка может хранить значительно больше информации, чем штрих-код. Поддержка чтения нескольких меток Промышленные считыватели могут одновременно рассчитывать множество RFID-меток в секунду, используя так называемую антиколлизионную функцию. Устройство считывания штрих-кода может единовременно сканировать только один штрих-код считывания данных метки при любом ее расположении. В целях обеспечения автоматического считывания штрихового кода, комитеты по стандартам разработали правила размещения штрих-меток на товарной и транспортной упаковке. К радиочастотным меткам эти требования не относятся. Единственное условие – нахождение метки в зоне действия считывателя. Устойчивость к воздействию окружающей среды. Существуют RFID-метки, обладающие повышенной прочностью и сопротивляемостью жестким условиям рабочей среды, а штрих-код легко повреждается. В тех сферах применения, где один и тот же объект может использоваться неограниченное количество раз, радиочастотная метка оказывается более приемлемым средством идентификации, так как ее не требуется размещать на внешней стороне упаковки. Пассивные RFID-метки имеют практически неограниченный срок эксплуатации, многоцелевое использование. RFID-метка может использоваться для выполнения других задач помимо функции носителя данных. Штрих-код же непрограммируемый является лишь средством хранения данных. Высокая степень безопасности, уникальное неизменяемое число-идентификатор, присваиваемые метки при производстве, гарантирует высокую степень защиты меток от подделки. Также данные на метке могут быть зашифрованы. Радиочастотная метка обладает возможностью закрыть паролем операции записи и считывания данных, а также зашифровать их передачу. В одной метке можно одновременно хранить открытые и закрытые данные. Недостатки радиочастотной идентификации Работоспособность метки утрачивается при частичном механическом повреждении. Стоимость системы выше стоимости системы учета, основанной на штрих-кодах. Сложность самостоятельного изготовления. Штрих-код можно напечатать на любом принтере. Подверженность помехам в виде электромагнитных полей. Недоверие пользователей. Возможность использования ее для сбора информации о людях. Установленная техническая база для считывания штрих-кодов существенно превосходит по объему решения на основе RFID. Недостаточная открытость выработанных стандартов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова